ЖИЗЬ ВОРОТ! ЖИЗЬ ВОРОТ! Антология Уркагана. Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Шакра Старый. Вор в законе Шакра Старый принадлежал к клану грузинских воров в законе, выходцев из города Зугдиди. Кокачия Шакра Рождинович, известный в криминальном мире как Шакра Старый, родился 1 мая 1940 года в города Зугдиди в Грузии. Первый срок Шакра получил 1963 году за сопротивление правоохранительным органам. Шакра короновали в 1967 году. В этом же году его осудили на 3 года за кражу. За свою жизнь Кокачия пробыл в заключении около 20 лет. Большая часть судимостей была связана с хранением наркотических средств. В криминальном мире Шакра Старый обладал большим авторитетом, благодаря чему его часто приглашали на воровские сходки для решения спорных вопросов между враждующими сторонами. Более 20 лет в местах лишения свободы, а также строгое следование воровским традициям, сделали Шакра одним из самых авторитетных людей в уголовном мире. В качестве третейского судьи его постоянно приглашали на воровские сходки, он участвовал в разрешениях конфликтов между различными преступными группировками. Кроме того, у Кокачия имелись обширные связи в российских правительственных кругах. Последний раз вор в законе освободился из заключения еще в конце 80-х годов. После этого его несколько раз задерживали московские милиционеры, в основном за хранение наркотиков. Так, в июне 1993 года его взяли вместе с 17 членами грузинской группировки в ресторане «Райский уголок». Кокачия имел при себе 18 грамм маковой соломки и три ампулы с раствором гидрохлорида морфина. Впоследствии милиционеры нашли наркотики в его квартире и машине. Тогда Кокачия провел 7 месяцев под следствием в Бутырском СИЗО. В сентябре 1995 года сотрудники РООП взяли шакра старого в ресторане «Духан Шава» на Карамышевской набережной. При задержании он сопротивления не оказал. Милиционеры его обыскали и опять нашли морфин, после чего отвезли вора в офис РООП на Шаболовке. Спустя 30 суток его отпустили. После этого Кокачия почти на год исчез из поля правоохранительных органов, поскольку уехал за границу. Шакра Рождинович Кокачия, более известный как вор в законе Шакра Старый, был застрелен в Германии 12 августа 1996 года в возрасте 56 лет. По информации берлинской полиции, труп Кокачия был найден около 19-20 на выезде с одного из этажей подземной автостоянки в Берлине, в административном районе Вильмерсдорф. По данным полиции, причиной смерти авторитета стали несколько огнестрельных ран головы. Напасть на след киллеров или даже хотя бы восстановить картину преступления, насколько известно, немецким детективам не удалось. Сообщение о гибели Шакра Старшего долетело до Москвы почти сразу. В Германию вылетела делегация родных и коллег погибшего для организации похорон. В преступной же среде началось обсуждение новости, кому и зачем понадобилось убивать одного из старейшин отечественного воровского движения. Шакра Кокачия родился в Зугдиде и традиционно имел притяжение к Зугдидской и Кутаисской ветвям грузинской воровской группировки. Причем за последние годы он стал одним из наиболее влиятельных и авторитетных ее лидеров. От остальных его особенно отличало старание следовать старым воровским традициям и поддерживать добрые отношения с представителями разных группировок. Именно благодаря этому Шакра Старшего хорошо знали и в чеченских, и в славянских АПГ не только Москвы, но и многих других регионов. Проведя большую часть молодости за решеткой, вор в законе Шакра Старый завел много полезных знакомств, способствовавших впоследствии его восхождению по иерархической лестнице мафии. В частности он был достаточно близок с известным вором в законе, Вячеславом Иваньковым, японцем. В Москве Шакра Старший обосновался достаточно давно. Проживал он в квартире на улице маршала Василевского, а деловые вопросы обычно решал в своем офисе, рядом с рестораном Вавилон на площади Белорусского вокзала. Отдыхать же он больше всего любил в ресторане, райский уголок и в трактире у Елисея. Стоит отметить, что в Москве сыщики довольно часто беспокоили Шакра Старшего, зная, что он заядлый потребитель наркотиков. Однако в последние годы авторитету удавалось избегать уголовной ответственности. Насколько известно, в последнее время бизнес господина Кокачия был весьма разнообразен. Его группировка контролирует целый ряд банков, предприятий. Кроме того, именно Шакра Старший считался одним из кураторов бизнеса по перегону в Россию из Германии угнанных автомобилей. А вот еще одна из истории Шакра Старого. Сходка в бутырке и последствия для воров. Одна из поистине невероятных криминальных историй, из лихих 90-х, пресечения воровской сходки, организованной лидерами и авторитетами преступного мира в СИЗО-2, более известном как Бутырка. События в полночь 20 мая 1994 года заняли всего-то часа полтора, но резонанс этого дела был огромен. Воровской мир бросил вызов не только милиции, государству. Тогда милиция победила. Однако если спустя годы посмотреть, чем это дело закончилось, кто кого победил, сразу и не скажешь. В процессе разработки группы, крупных отечественных наркодельцов у сотрудников ФСК, ныне ФСБ, появилась уникальная информация. Из нее следовало, что группа воров в законе и авторитетов преступного мира, в 20-х числах мая 1994 года в полночь, собирается провести воровской сходняк в Бутырке. Всех имен чекисты не знали. В расшифровке перехваченного разговора фигурировали двое, известный грузинский вор в законе Тенгиз Пицунский, который интересовал Лубянку как крупный поставщик героина, и его собеседник, некий Сережа. Его личность в ФСК не установили. Реализовать информацию в одиночку чекисты не могли, следственный изолятор принадлежит МВД. Кто там свой, а кто чужой, в короткий срок не разберешься, можно нарваться на предателей и погубить всю операцию. К тому же последнее требовало знание воровской специфики и наличие агентурной сети в сфере оргпреступности. Решено было искать союзников в специализированном подразделении по борьбе с организованной преступностью, московском РУБОПе, в то время РООП. В короткий срок, как только сыщики этого мощного когда-то подразделения переехали из центрального здания столичного ГУВД на Шаболовку, 6, этот адрес стал так же знаменит, как и Петровка, 38. Бойцы РУБОПа шутили. Шаболовские круче Солнцевских. На Шаболовке, 6, информация коллег сенсации не стала. Там уже знали, что сходку готовит верхушка Солнцевских, но когда именно она намечается, кто примет в ней участие, более подробно установить не удалось. Как только сведения ФСК и РУБОПа объединились, картина стала полной. Легко вычислили, что Сережа, это молодой вор в законе, Сергей Лепчанский по кличке Сибиряк. Отсидев некоторое время в Бутырке, он как раз освободился. Знали в РУБОПе и об удивительных нравах в знаменитом СИЗО, и о том образе жизни, который вели наиболее авторитетные его узники. Как узнали про сходняк в Бутырке. А началось все осенью 1993 года. Центровая проститутка по кличке Балонка, пытавшаяся снять богатого клиента в казино Черри, вдруг увидела давнего знакомого, известного грузинского вора в законе Шакра Кокачия, по кличке Шакра Старый. Вместе с приятелем Леонидом Завадским, криминальным авторитетом по кличке Ленчик, он гулял в веселой компании девиц и делал крупные ставки в рулетку. Удивлению Балонки не было предела, она знала, что Шакра Старый арестован. Сюжет о том, как его брали с наркотиками на кармане в кафе, райский уголок на Соколе, неоднократно показывали по телевидению. Но может быть его отпустили под подписку о невыезде, подумала Балонка и позвонила нескольким знакомым. Те подтвердили, хоть адвокаты и борются за свободу Шакра, он до сих пор сидит в Бутырке. Претензий к Шакре у Балонки не было, а вот Ленчик когда-то ее сильно обидел. Как центровая старой школы, Балонка сотрудничала и с чекистами, и с ментами. В зависимости от собственной выгоды. Информация о ночном досуге старого вора, на этот раз попала от нее в роб. Какой бы неправдоподобной она ни была, начали проверять. Выяснили, что на то время райским уголком для Шакра, и не только для него, стала знаменитая московская тюрьма, бывшая неприступная крепость, из которой, по легенде, удалось бежать лишь Феликсу Дзержинскому. Более подробно об удивительных тюремных нравах, стало известно позже, в феврале 1994 года, когда сменили начальника тюрьмы. Тогда же было возбуждено уголовное дело, по фактам злоупотреблений в СИЗО. Из перехваченных доверительных разговоров Сибиряка с братвой следовало, что ни одной ночи в СИЗО он не проводил, посещал казино, подпольные публичные дома, ужинал в лучших ресторанах. За время отсидки наладил с сотрудниками СИЗО деловые контакты. Дошло до того, что его даже не обыскивали, когда он возвращался после ночных прогулок в камеру. Под честное слово Сибиряка отпускали на волю развеяться и его подельников. Сергей Лепчанский, в то время типичный русский богатырь, 27 лет, родился в Братске. В 90-х годах перебрался в подмосковную Балашиху. Специализировался сначала на сбытии краденых автомобилей, разбоях и грабежах. Имел свою группу боевиков. Потом начал контролировать крупный бизнес, приторговывал оружием и наркотиками. И хотя некоторые коллеги по цеху считали его наглецом и беспредельщиком, он имел крепкие деловые контакты и в уважаемом грузинском клане законников, и в мощной солнцевской АПГ. Сам же Сибиряк говорил, что выше всего ставит воровскую честь и является приверженцем старых воровских традиций и понятий. Ему прочили большое будущее, считая, что он возглавит славянское крыло криминального мира России. Своими учителями Сибиряк считал не только Шакра Старого, с которым особенно сблизился, во время короткой отсидки в Бутырке, но и Леонида Завадского, называвшего себя пловцом большого бизнеса. Завадский в советское время специализировался на валютных операциях и антиквариате, несколько раз был судим, в том числе и за ношение оружия. Слыл азартным игроком. В советское время посещал катраны, а в перестроечное мог объехать за ночь несколько казино, где спускал гигантские по тем временам суммы. Вора в законе его не короновали, и с началом перестройки он активно занялся коммерцией. Зато Сибиряк стремился влиться в многочисленные ряды генералов преступного мира. В то время в Москве проживали примерно 120 воров в законе, из них половина грузинских. В провинции законников было в десятки раз меньше. Сибиряка решили короновать в воров Бутырки. Коронация проходила в ресторане отеля Метрополь, куда прибыла целая команда во главе с Шакра. Когда Сибиряк освободился, он частенько навещал своего крестного отца, передавал ему и еще одному грузинскому вору, резо, наркотики, без которых те уже не могли. Вор в законе Шакра союзного значения. Шакра Кокачия родился в 1940 году в грузинском городе Зубдиди. Начинал как вор карманик высочайшей квалификации. В общей сложности в местах лишения свободы провел более 20 лет. К моменту описываемых событий был судим 8 раз за хранение наркотиков, оружие, за кражи, грабеж, а в советское время за тунеядство. В криминальной среде пользовался авторитетом и имел редкий имидж вора не местного, а всесоюзного значения. В Москве появился в начале 90-х, после фактического развала Союза. Относился к немногочисленному клану воров в законе, придерживавшихся старых воровских традиций. Постоянно участвовал в воровских сходках и разборках, в качестве третейского судьи. Неплохо жили тогда в Бутырке и другие авторитетные сидельцы. Шакра также, как и его крестник Сибиряк, играл в казино, где его и увидела Балонка, сиживал в лучших ресторанах. Одиночки, камеры для воров в законе, напоминали отдельные номера трех, четырехзведочных отелей, мягкая мебель, телевизоры, видеомагнитофоны, мобильная связь. Алкоголь, наркотики и женщины, все это тоже входило в комплект обслуживания по высшему разряду. Новый начальник СИЗО Александр Волков пытался изменить дикие тюремные нравы, в первую очередь вернув номерам облик камер-одиночек. Но развращенный деньгами коллектив не сдавался, ворам многое по-прежнему позволялось. Пошли угрозы и от криминалитета. Особенно после того, как он перекрыл каналы гуманитарной помощи, деликатесы и импортные сигареты, которую целенаправленно получали, только томящиеся в неволе воры в законе. Условия были таковы, или помощь получают все заключенные, или никто. В ответ последовали жалобы в ООН о нарушении прав человека. Уже позже подобными жалобами под копирку с требованиями, предоставить политическое убежище, были завалены маленькие европейские страны, Бельгия и Нидерланды. К рассказам бандитов там относились очень доверчиво, и сейчас многие лидеры российского криминалитета осели, именно там. Обзавелись недвижимостью, перевезли друзей и родственников. Нового начальника СИЗО Александра Волкова, безусловно не без колебаний, включили в оперативно-следственную группу, которая должна была пресечь сходняк в Бутырке. В нее также входили оперативные сотрудники РОАПа, ФСК и Следственного комитета МВД РФ. Операция готовилась в строжайшей тайне, в детали были посвящены лишь несколько человек. Собровцев, силовое подразделение, собрали на Петровке, 38, сказав, что предстоит разгонять воровскую сходку в соседнем ресторане. Но как проникнуть в тюрьму? Об этом мне рассказывал один из руководителей операции, Роман Швец, возглавлявший тогда в РОАПе отдел, специализировавшийся на борьбе с ворами в законе. Идея силового захвата отпала сразу. Вид толпы вооруженных людей в масках мог спровоцировать кого-то из контролеров. Те могли начать стрельбу, и операция не только бы сорвалась, но и превратилась бы в трагедию. Сценарий тайного проникновения в Бутырку родился, видимо не без влияния гомеров с ГЭПОСа. В роли современного троянского коня выступал автозак, машина для перевозки заключенных. В 23 часа 48 минут, наружка сообщила, в сторону Бутырки движется организованная колонна иномарок. Следующее сообщение, у одного из входов в СИЗО зафиксировано несколько иномарок, Мерседес, Линкольн, Вольво, БМВ. Из машин выходят люди. Сначала насчитали 12 человек. Многие с пакетами и сумками. Гости вошли в тюрьму, как в дом родной. И вот дан сигнал к началу операции. Часть группы захвата мгновенно блокировала все подходы с улицы. Автозак с основной группой подъехал к воротам тюрьмы и остановился в отстойники. Теперь дело было за Волковым. Он крикнул охраннику, что лично сопровождает автозак, дело срочное, поэтому документы потом, мол пропускай под мою ответственность. Роман Швец знал, что настал самый ответственный момент. Если бы охранник вдруг решил проявить бдительность и поставить в известность дежурного офицера, отвечающего за безопасность в ночное время, тот мог дать указание блокировать все двери и решетки. И тогда завяжали бы сирены, замигали бы лампочки, и все бы сорвалось. Но тут раздалось клацание открываемой двери, и Швец понял, пронесло. Захват в бутырке. Автозак вплотную подъехал к воротам одного из корпусов, на землю попрыгали собровцы, и операция началась. Сначала были блокированы все подходы с улицы, несколько контрольно-пропускных пунктов, КПП, и шестой корпус, где содержали воров в законе. Надо заметить, что тюрьма была не только домом родным для воров, но и для многих сотрудников СИЗО. Внезапно нагрянувшие бойцы СОБРа спугнули любовную парочку, женщина-контролеры и ее коллега-мужчина только-только уединились. Через считанные секунды после начала операции группа захвата оказалась там, где вовсю уже шла гастрономическая часть сходняка. Происходило это в служебном помещении при КПП, где на столиках как раз разложили всякую снеть, икру, балычок, экзотические фрукты. Выставили целую батарею бутылок, кто-то посетовал, что водка теплая. Знакомый СОБРовец рассказывал, что ему больше всего запомнилась гора котлет по-киевски. Не то 150, не то 160 штук. Гости-бутырки ждали самого уважаемого узника Острога, старого Шакра. Уже потом вместе с ним должны были переместиться в зал, для приемов иностранных гостей, где и собирались провести деловую часть мероприятия. С Шакра вышла заминка. По одним сведениям, воровские ставленники, работники изолятора, без которых этот беспредел был бы невозможен, не успели сменить его охранника на своего, и честный контролер ни под каким предлогом, не хотел покидать пост, портя тем самым всю воровскую малину. По другим, Шакра хотели встретиться попозже, когда вся Шушера уже выйдет из СИЗО, и останутся только серьезные люди. К моменту захвата шестера из первой партии визитеров, уже успели покинуть стены гостеприимной тюрьмы, спокойно миновав два режимных отстойника, и несколько КПП. Их задержали на выходе. Одновременно притормозили не только тех, кто уже покинул СИЗО, но и тех, кто ждал своей очереди. Всего тогда задержали 34 человека. Никаких проституток в ту ночь в бутырку не привозили, только родные и близкие арестованных. Так, жена одного из солнцевских лидеров успела не только передать, мужу любимый салатик, но и разделить ложе в служебном помещении СИЗО, ключ от которого подружески предоставил контролер. Остальные женщины, родственницы арестованных кавказцев, скромно ждали своей очереди. Среди самых известных задержанных, сибиряк, а также солнцевские лидеры, Шапалом и главный экономист группировки Арнольд Там. Задержали и бойца, провожавшего женщину на свидание к мужу. Его подозревали в участии в бойне, которая накануне захвата в майские праздники была устроена в сауне на Бережковской набережной. Там расстреляли нескольких человек из конкурирующей преступной группировки, отдыхавших с девицами. В сауну боевики пробирались по подземному коллектору, проложенному под Москвой рекой. Дюма отдыхает. Задержали и Тенгиза Пицунского, которому сибиряк предложил встретиться в Бутырке. Всего у задержанных изъяли два пистолета, а также наркотики, медикаменты, мобильные телефоны, которые собирались передать в камеры. У одного из солнцевских нашли удостоверение помощника народного депутата Госдумы, у другого – помощника члена Совета Федерации. Сразу же были арестованы 11 человек, которым вменялось ношение оружия и хранение наркотиков. Среди арестованных и грузинские воры в законе – Шакра Старый, Тенгиз Пицунский и Ризо. В милицейскую засаду на улице попал еще один лидер солнцевских, Авера-младший. Он опоздал, а потому не успел в первых рядах пройти в Бутырку. Говорят, что идея провести сходняк в знаменитой тюрьме принадлежала именно ему, а не сибиряку. Делалось это не только ради демонстрации силы. На кону были сотни миллионов долларов. У солнцевских накануне произошел конфликт из-за раздела сфер влияния с группой грузинских коммерсантов, контролирующих нефтяной бизнес. Те сказали, что у них уже есть крыша – Шакра Кокачия. К тому времени выходы в свет старого вора в связи со сменной начальства Бутырки прекратились, и разговоры с ним становились проблемой. Тогда сибиряк предложил Авере воспользоваться его дружескими связями в СИЗО, устроив там сходняк, и чисто конкретно решить проблему крышевания, а уж заодно захватить с собой солнцевских бойцов, чтобы те подкормили арестованных собратьев и жен грузинских авторитетов, для поддержания у тех формы и боевого духа. Что стало с участниками сходки? Большинство участников сходки пришлось отпустить. Закон не предусмотрел меру наказания за несанкционированное, но добровольное проникновение в места лишения свободы. Бойцам РУАПа, участвовавшим в операции, начали поступать угрозы. Само подразделение в 2001 году было реорганизовано, а на Шаболовке, 6, сейчас размещается Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России, по городу Москве. Роман Швец, как и многие его коллеги по Шаболовке, 6, стал молодым пенсионером. Замешанных в истории проникновения в СИЗО сотрудников Бутырки, приговорили к различным, хотя и не слишком большим срокам заключения. Но тогда еще не было выражения оборотней в погонах, поэтому о них как об оборотнях не говорили, а называли их просто предателями. Позже в сводки новостей попадет и СИЗО-1. Из матросской тишины при помощи контролера Сергея Меншикова сбежит знаменитый Солоник. Сергей Лепчанский, он же сибиряк, освободившись после короткой отсидки, вернулся к старым делам. В 1996 году он пропал из поля зрения и милиции, и братвы. Сибиряк всегда говорил, что не боится тюрьмы, но бояться ему надо было коллег по преступному цеху. Говорят, сибиряка обвинили в растрате то ли 7, то ли 8 миллионов долларов из воровского общака, за что он принял смерть лютую и беспощадную. Его, раненого, живьем сожгли на импровизированном костре из автопокрышек. Боец, водивший жену на свидание в бутырку к мужу, одному из солнцевских лидеров, пал в криминальных войнах. Его уничтожили его же поддельники, представители самой кровавой законспирированной АПГ, Медведковской. Впрочем, в 1994 году они еще ничего толком не знали. Солнцевские авторитеты, задержанные тогда с оружием и наркотиками, традиционно отделались легким испугом. Сейчас они все легализовались, занялись бизнесом, некоторые, сменив фамилию, оказались на какое-то время центральными персонажами светской хроники, возглавили окологосударственные структуры и стали даже некоторым образом медиамагнатами. Шакра Кокачия, он же Шакра Старый, через 10 дней после ареста в бутырке по решению суда, был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Интересно, куда может не выехать гражданин иностранной Грузии? В сентябре 1995 года его опять арестовали. Опять за наркотики, и опять в любимом в определенной среде райском уголке. Потом его традиционно отпустили под подписку о невыезде. Он все-таки выехал в Германию и некоторое время, отойдя от воровских традиций, торговал оружием бывшей армии ГДР, поставляя стволы и в Грузию, и в Абхазию. В августе 1996 года его застрелили на подземной автостоянке в западной части Берлина. Я все время подчеркиваю, Шакра Старый. Дело в том, что есть еще и молодой Захарий Калашов. Незадолго до сходняков Бутырки его вместе со всей семьей расстреляли в автомобиле. Раненый, он чудом остался жив. Под чужим именем лечился в одной из кремлевских больниц. Вокруг пятикомнатной палаты «Люкс» была выставлена охрана из грузинских боевиков. Сейчас Шакра Молодой отбывает длительный срок заключения в России, а перед этим находился в испанской тюрьме. Ризо, еще во время следствия пытавшейся передать взятку, получил за наркотики полгода строгого режима, но как только попал из Бутырки в Краснопресненскую пересыльную тюрьму, тут же освободился. Тенгис Пицунский сразу после ареста пошел в отказ, виновным себя не признавал. На допросах вел себя вызывающе и даже угрожал следователю. Предъявленное ему обвинение в организации незаконной передачи запрещенных предметов в СИЗО, суд счел недоказанным и оправдал его по этому эпизоду за отсутствием состава преступления. Осудили его на три года лишения свободы, за приобретение и хранение наркотиков, обнаруженных в снимаемой им квартире, а также за использование поддельных документов о временной прописке в Москве. 24 августа 2001 года Тенгис будет убит в Сочи. Прямо на пляже, киллеры застрелили законника из пистолета. Ленчик, Леонид Завадский, приятель старого шакра, так недальновидно обидевший центровую проститутку по кличке Балонка, был зверски убит своим крестником и другом Сергеем Мансуровым по кличке Мансу. Тот заподозрил Ленчика в предательстве, в частности в том, что именно он сдал милиции сходняк в бутырке. Ленчик напротив грешил на Мансура. Между бывшими друзьями пробежала черная кошка. Вскоре труп застреленного Завадского нашли на немецком кладбище в Лефортове. Он лежал рядом с могилами двух убитых московских мафиози. Но следы запутать не удалось. Сыщикам стало известно, что к убийству Ленчика причастен Мансур. Допросить того, правда, не смогли. Он был застрелен собровцами во время штурма его громадной квартиры на Петровке, 19. К этому времени сын интеллигентных родителей, баловавшийся в юности стихами, мало что соображал. Он уже давно сел на синтетический наркотик, Крэг, который запивал водкой. В квартире он держал заложников. Один из них, воспользовавшись моментом, сообщил милиции, что происходит в доме Мансура. Когда группа захвата подошла к старинному зданию на Петровке, в камине квартиры Мансура уже догорал расчлененный труп одного из свидетелей по делу об убийстве Леонида Завадского. Прибывшим оперативником Сергей заявил, если начнется штурм, буду убивать находившихся в квартире женщин. Когда штурм все же начался, Мансур, вооруженный пистолетом и помповым ружьем, тяжело ранил одного из бойцов СОБРа. Ответным огнем был убит. Арнольд там умрет в марте 2019 года собственной смертью. Что стало с центровой по кличке Балонка, неизвестно, но в казино ее больше не видели. На смену легендарным центровым пришли жрицы любви новой формации. Как задерживали шакра старого в Москве и чем это закончилось? Сотрудники Московского регионального управления по организованной преступности задержали позавчера в ресторане Духань Шава известного грузинского вора в законе, неоднократно судимого шакра Кокачия, шакра старый. Милиционеры нашли у него незначительное количество морфина. Уроженец грузинского города Зугдиди, на тот момент по возрасту 55-летний шакра Кокачия, он же шакра старый, имеет большой авторитет в уголовном мире. Он относится к числу воров, придерживающихся традиций. По сведениям правоохранительных органов, у него обширные связи в российских правительственных кругах. Кокачия не принадлежит ни к одной из группировок, однако постоянно контактирует с грузинским преступным сообществом, а также с некоторыми ворами в законе, Цирулем, Шакра Молодым и Дата Ташкентским. Как вор в законе, шакра постоянно участвует в качестве третейского судьи в воровских сходках и разводах. Вора неоднократно задерживали за хранение наркотиков, последний раз это произошло в июне 1993 года. Его взяли вместе с 17 членами грузинской группировки в ресторане «Райский уголок». Кокачия на тот момент имел при себе 18 грамм маковой соломки и три ампулы с раствором гидрохлорида морфина. Впоследствии милиционеры нашли наркотики в его квартире и машине. Тогда вор в законе провел 7 месяцев под следствием в Бутырском СИЗО. На этот раз сотрудники РУОП повязали шакра старого в ресторане Духаньшава на Карамышевской набережной, когда вор приступал к обеду. При задержании он сопротивления не оказал. Милиционеры его обыскали и опять нашли морфин, после чего повезли вора в офис РУОП на Шаболовке. Вполне возможно, что вскоре задержанного отпустят, количество найденного наркотика незначительно. Кстати, армянский ресторан Духаньшава хорошо известен московской милиции. В декабре 1993 года там произошла разборка между двумя преступными группировками, в результате которой два человека были убиты, а еще двое получили ранения.